Завтра 9 мая в 10.30 утра у Центра русской культуры ветеранов будут ждать автобусы, которые отвезут их к монументу воина-освободителя для возложения цветов и венков. Но уже с 9 утра у памятника юноши и девушки заступят на традиционный почетный караул у бронзового солдата. В отличие от предыдущих лет, в этом году 9 мая будет выставлен военно-морской караул, посвященный морякам-балтийцам и памяти героических женщин-санинструкторов, самоотверженно выполнявших благородную миссию милосердия. У входа на военное кладбище в Таллине будет установлена палатка, в которой весь день будут звучать песни и стихи военных лет. Делегацию Таллинского общества ветеранов антигитлеровской коалиции возглавит фронтовик капитан первого ранга в отставке Виктор Апарин. Во главе делегации Союза ветеранских организаций Эстонии будет капитан второго ранга в отставке Владимир Буряк. Несмотря на противоречия в нашем эстонском обществе, ветераны настроены дружелюбно, ветераны настроены по-боевому, в хорошем смысле этого слова. Ветераны настроены оптимистически, и этот праздник их вдохновляет на то, чтобы жить дольше, жить более счастливо. К 11 часам на военное кладбище прибудет делегация посольства России в Эстонии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Эстонии Юрием Мерзляковым. Российские дипломаты вместе с ветеранами возложат памятнику воину-освободителю венок и цветы. Таллиннский центр русской культуры традиционно не остается в стороне от торжеств в честь Дня Победы. В час дня ветераны приглашаются на концерт-спектакль «Опять весна на белом свете», поставленный театром танца Рада. В концерте прозвучат стихи и песни военных и послевоенных лет, которые когда-то исполнялись такими известными артистами-бардами, как Булата Куджава, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Леонид Утесов, Александр Розенбаум. Я давно не видел столь прочувствованной жизни на сцене со стороны ребят, детей, взрослых. Когда по миниатюрам они радовали жизни или страдали, они смеялись и плакали. Не играя, а реально, чувственно. Плакали и зрители в зале. Вот такой спектакль будет завтра предложен нашим ветеранам. В заключении праздничного дня примерно в 15.30 на военное кладбище прибудет духовенство Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата во главе с предстоятелем, митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием. Перед часовник кладбища Владыка Корнилия отслужит панихиду за всех стародальчески погибших в войне. И ясно, что не будет нарушена традиция, когда к памятнику не зарастет народная тропа до позднего вечера. Продолжение следует...